Вечерняя Москва 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 в основном возрасте, которые способны приносить пользу обществу, и, тем не менее, они уходят безвременно, и мы с этим в целом случае не можем ничего поделать. Вопрос стоит о целом ряде профилактических, первичной профилактики, вторичной профилактики, адекватном и своевременном начале лечения профессиональном, и, конечно же, все ожидают выдающих результатов. Вот в целом та проблема, которая сегодня у всех на слуху. Коллеги, наверное, перейдем к вопросам. Но если вопросов пока нет, давайте. Да, представьте, пожалуйста. Вячеслав Сварнов, Медицинская газета, а можно немножко статистики? Ну, вот сколько? А смертность от онкологических заболеваний? Я же сказал, в этом году, в 2013 году, смертность от онкологических заболеваний в России 164 человека на 100 тысяч населения. Это смертность выше, чем, скажем, в США, Японии, Франции. А в прошлом году нет еще статистики? В прошлом году по цифре смерти примерно такие же самые. Доколеблющие от 170 до 164. Спасибо. Это цифры на 100 тысяч населения, стандартизованные показатели. Тогда, если вы позволите, я задам вам вопрос. Каждый год, такой вопрос общий, скажем так. Каждый год ученые, как отечественные, так и западные, анонсируют различные средства от рака, открытые имя. Только недавно новосибирские ученые сказали, что открыли какую-то там чудесную панацею, что они испытывают, и буквально через год-два она поступит как бы в серию. Как на самом деле обстоят дела с медикаментами для лечения онкозаболеваний? Продолжение следует... Вакцины, и противопухоли, и противопухоли, и антибиотики, и моноклональные антитела, и химиопрепараты. Это большой класс лечебных средств, которые научно обоснованно, с исследованием в серьезнейших протоколах многоцентров, доказывают эффективность лечения. Поэтому определенные открытия и панацея в онкологии не ожидается. Сразу вам скажу, я думаю, что новосибирские ученые сильно заблуждаются в том, что они открыли какую-то панацею. Уже несколько раз открывались такие препараты, которые не показали эффективности ни разу, нигде. Вообще нужно понимать одну вещь, что если бы какой-то научный центр открыл какую-то панацею, она немедленно была схвачена профессиональным сообществом и немедленно тиражирована. Мы этого ждем, но, к сожалению, этого не происходит. И каждый вид опухоли нуждается в профильном лечении, в конкретном лечении конкретной опухоли, не вообще какого-то одного препарата для всех. Я так понял, что всегда интересно, что вот кто-то, может быть, изобретет что-то. И вот что-то такое, что, возможно, растет где-то в лесу или при дороге и так далее. На самом деле вот фармацевтическая индустрия и фармгиганты имеют так называемые библиотеки всевозможных веществ, которые существуют в природе. И все эти вещества тестируются на разного рода активность, в том числе и противоопухолевую. Поэтому сегодня рассматривать какого-то человека, который сказал, что он придорожник приклеит или же разведет его в бензине и это поможет, это абсолютно невозможный сюжет. Абсолютно невозможный. Потому что все, что он может быть, открыл бы, это все уже давно открыто и лежит в этих самых библиотеках веществ. И вопрос заключается только лишь в том, выгодно или невыгодно выпускать эти продукты в качестве лекарств. Потому что иногда они могут стоить баснословно дорого, даже если они эффективны. И их не будут до поры до времени выпускать. Это тоже надо иметь в виду. Коллега хотел задать вопрос. Представьте, пожалуйста. Владимир, расскажите, пожалуйста, известно, что стрессовые ситуации влияют на ухудшение статистики по онкологическим заболеваниям. Что вы можете сказать через год, через два в связи с экономическим кризисом и ситуацией на Украине? Не ухудшится ли это статистика? Знаете, стресс вообще позитивный, ни на что не влияет. Более того, я вам приведу исторические данные. Когда ты где-то в 90-е годы, ныне покойный академик Перельман мне показал замечательное произведение. Такой был главный хирург вермахта Заурбрух. Военный медик. Который проанализировал результаты вскрытий в российских военнопленных концлагерях молодых людей, которые умерли от голода 19-20 лет. И оказалось, что у всех у них умерли от голода тотальный атеросклероз. Казалось бы, люди не ели никаких жиров, ни свинины, ни баранины, а питались под ножным кормом. Свекла, трава, какие-то ягоды. И умерли от тотального атеросклероза. Почему? И он делал правильный вывод, потому что страх смерти, постоянный стресс действовал на них таким образом, что эндогенные жиры преобразовались в вот такие патологические отложения сосудов. Конечно, стресс является мощнейшим фактором, вызывая целый ряд патологических процессов. Исследования известного нашего физиолога Павлова, который, проводя опыты на собаках, вызывал у них стрессорную язву. Опыт был построен таким образом, что собака была напоена сначала соленой жидкостью, соленой водой. Хотела пить, и впереди ставили воду в миске. Но как только она подходила к воде, и у нее бил удар тока по носу. Она видела воду, хотела пить, и боялась подойти. Вызывал стресс. Так у половины собак развели стрессовую язву, а половина опухоли. Это эксперимент, конечно. В жизни промоделировать очень сложно. Но на самом деле стресс высока. И в клинике мы много раз слышим, когда больные пытаются объяснить, почему у них возникла опухоль. Связывают они всегда или со смертью близкого человека, или какой-то трагедии в семье. Привязывают стрессу. Научного обоснования в клинической онкологии это не получило до сих пор. Но в целом, в клинической практике его нельзя не учитывать. А можно ожидать какого-то серьезного ухудшения статистики через год, через два, через три, с сегодняшним событием? Серьезное ухудшение статистики за счет стресса? Да. Ну, во-первых, трудно оценить объем этого стресса. Длительность стресса имеет большое значение. Не думаю, что это серьезно можно учитывать и как-то научно точно представить, так, влияние стресса. Для этого нужно проводить специальные экспериментальные исследования на людях, что, в общем-то, возбраняется на самом деле. Да, маловероятно. Владимир Георгиевич, если позволите, вам вопрос. А как сейчас обстоит ситуация с детской онкологией? Собственно, с лечением, естественно. Ну, детская онкология – это отдельная глава в онкологии вообще, потому что здесь и заболеваемость другая совершенно, и статистика другая совершенно, потому что это существенно реже, чем у взрослых встречается, слава богу, злокачественное образование. Злокачественное образование у детей составляет всего лишь 2% от общей заболеваемости злокачественными опухолями в стране, везде, вообще во всем мире. Но течение этих злокачественных заболеваний, оно более острое, более бурное, более частая склонность к метастазированию, к распространенности, потому что эти опухоли представлены не раками в большинстве случаев, а саркомами, то есть это бизинхимальная и злокачественная опухоль, которая имеет свое течение. В этом есть недостатки свои, вот в смысле бурности процесса, но есть и преимущества, потому что саркомы в детском возрасте, они более чувствительны к лекарственным препаратам, к лекарственному лечению, к химиопрепаратам. Поэтому за последние годы в детской онкологии достигнуты потрясающие результаты. Во всяком случае, на моем веку, а я в детской онкологии уже 40 лет практически, когда я пришел в детскую онкологию, выживало 20% больных только. На настоящее время выживает на круг, если брать все стадии заболевания и все заболевания в целом, выживает порядка 80% детей. При некоторых нозологических формах это более 90% детей и ближе к 100% детей. Поэтому сравнивать детскую онкологию по результатам, по смертности, это очень сложно. Но у нас своя статистика, к сожалению, диагностика и восстановление диагноза достаточно запущенное, достаточно поздно, потому что дети поступают в отделение для специализированного лечения в 75% случаев в 3-4 стадии заболевания. Это очень сложно для лечения, это усугубляет прогноз, это увеличивает расходы на лечение больного. И, в общем-то, несмотря на то, что мы обладаем сейчас всеми современными возможностями, так же, как и у взрослых, собственно говоря, мы идем нос в нос и лечим практически... Ноздря в ноздрю, можно сказать. И лечим также по тем же методикам, по тем же схемам, только разные комбинации химиопрепаратов и разные, может быть, тактические моменты. Что касается хирургии, то она следует за хирургией взрослых практически. Мы как младшие братья у взрослых, потому что хирургия в меньшей степени используется в детской онкологии, чем во взрослой онкологии. А заболеваемость по сравнению со взрослым, безусловно, меньше. В стране заболевает порядка 4,5 тысяч детей ежегодно. То есть средняя заболеваемость, как и во всех странах, она составляет примерно 15 на 100 тысяч детского населения в год. 15 новых больных на 100 тысяч детского населения в год. Спасибо, Владимир Георгиевич. То есть педиатр за всю жизнь, работая в детской полиге, может никогда не встретить онкологического ребёнка? Да, и это плохо, потому что у них нет опыта и внимания, онкологическая насторожность. И из-за этого часто очень поздно устанавливается диагноз злокачественного образования у ребёнка. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Семгина, Сити ФМ. У меня такой уточняющий вопрос. Вы вот сказали, что в 2000 году на 100 тысяч человек от онкологии умирали 200, сейчас 164. Но всё же эти показатели выше, чем в США и Японии. Могли бы объяснить, почему? Там есть какие-то инновационные методики. За счёт чего у них? За счёт высшая смертность? У них выше смертность? У них заболеваемость выше, почти в полтора раза, а смертность ниже в США. Получается, что есть какие-то способы лечения? Во-первых, на заболеваемость влияет много факторов. В частности, количество людей пожилого и старческого возраста. Как известно, чем старше человек, тем больше шансов заболеть злокачественным образованием. Как известно, в Японии онкология вышла по заболеваемости на первое место уже давно, в связи с тем, что средний возраст уже достигает 90 и выше лет. В России эта проблема подходит только сейчас. Тоже накапливается количество людей пожилого и старческого возраста, и заболеваемость в этом смысле будет подрастать, безусловно. Есть такая же теория, что каждый доживает до своего рака. Есть такая теория. Чем старше человек, тем частью у него поломки иммунной системы, чем частью у него реализуют его хронические болезни, он приобретает злокачественное образование той или иной локализации. Причина, почему у них меньше смертность, связана, конечно, с более точной диагностикой, потому что у них развиты программы государственного скрининга злокачественного образования. Скрининг – это не диспансеризация, это прицельный поиск у здорового населения в определенных возрастных группах тех или иных видов патологии. При раке молочной железы исследуются женщины от 45 до 65 лет. При раке лёгкого исследуются популяционное население мужского, которое имеет в возрасте от 45 до 65 лет опыт курения в течение 20 лет более 20 сигарет в сутки. Это те риски, которые занесут свой рак лёгкого. И вот эти программы скрининга позволяют им являть ранние формы болезни. Но явление ранних форм болезни – это не значит ещё и выздоровление. Потому что любая ранняя форма рака болезни требует адекватного, точного и своевременного подтверждения морфологического диагноза и адекватного лечения. Потому что если вы три месяца будете наблюдать за ранней формой рака, через три месяца это уже не ранняя форма рака, а может быть распространённая форма рака. Например, такие раки, как мелкоклеточный рак лёгкого, сантиметровый узел в лёгком находится, а он уже весь генерализованный, уже поражение костей других органов. Там, скажем, меланома кожи, маленькое образование на коже с достаточно большим количеством метастазов других органов. То есть реализовывать программы раннего скрининга нужно очень быстро. В России пока есть такая проблема, потому что скрининг пока не внедрён. Как государственная программа есть региональная программа скрининга, которую мы проводили, в частности в Татарстане, по поводу рака молочной железы, которая показала большую успешность. И вот результаты скрининга рака молочной железы. Скажем, выздоровление в Америке практически 95% выздоровлений. В России, по данным нашим, около 60%. И тут, думаю, что мы лукавим эти цифры, думаю, значительно хуже результаты. Много запущенных случаев. И не у всех реализуются полностью возможности своевременного лечения злокачественного образования. Над этим предстоит работать. Именно эти вопросы мы сегодня обсуждали на собрании в Белом доме. Спасибо. Александр Валерьевич, позвольте вам вопрос. Известно, что в декабре депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект о наркотических и психотропных веществах. Насколько он поможет сделать обезболивающие более доступными для онкобольных? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Это действительно очень важная проблема. И вот последние громкие резонансные такие случаи ее активизировали несколько. Я надеюсь, что этот новый законопроект упростит ситуацию. Потому что сейчас перед врачом врач имеет очень большие риски в назначении лекарственных препаратов наркотического действия. Каждый раз, подписывая соответствующий рецепт, он попадает под юрисдикцию госнаркоконтроля. И он должен все сделать абсолютно правильно, чтобы его не обвинили в том, что он занимается незаконной торговлей оборотом наркотических средств. Поэтому, конечно же, облегчить врачам эту долю, не заставлять их 25 раз переписывать одни и те же назначения одному и тому же больному, который, понятно, что будет пожизненно нуждаться в обезболивающих препаратах, и сделать более простым доступ тем пациентам, которые действительно нуждаются в этом виде палеотивной помощи, это очень хорошая и правильная цель. Я надеюсь, что этот законопроект упростит доступ пациентам к наркотическим и обезболивающим средствам. Да, конечно. Я хочу сказать, что в Министерстве здравоохранения сейчас, что касается детской онкологии, там ведь тоже бывают палеотивные больные и тоже требуют наркотических препаратов. Не в такой мере и не в таком количестве, безусловно, как взрослое население. Но, тем не менее, это тоже проблема большая. И сейчас в Министерстве здравоохранения практически на выходе уже методические рекомендации, изменение приказа по использованию наркотических препаратов в детском возрасте и маршрутизация больных для оказания палеотивной медицинской помощи и обезболивания. Сейчас практически вот уже, ну, в этом году это всё будет готово. Поэтому, я думаю, ситуация вскоре очень хорошо изменится, положительно. Михаил Иванович, наверное, у вас вопрос теперь. Как вы оцениваете развитие онкопомощи именно в столице? Всё-таки мы вечерняя Москва, как вы знаете, городская газета. А достаточно ли диспансеров и стационарных коек? Ну, вы знаете, мы-то работаем в федеральном центре, да. И Москва – это отдельный мегаполис, у него своя система организации онкологической помощи. Ну, на первый взгляд, вполне достаточное количество онкологических коек и квалифицированных специалистов, которые занимаются этой проблемой, с моей точки зрения, довольно профессионально. В частности, у нас довольно плотный контакт со всеми онкологами, работающими в этой системе. И я, собственно говоря, никогда не сомневался и просто уверен в том, что уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным в Москве на достаточно высоком уровне. Спасибо вам большое. Лев Вадимович, наверное, вам вопрос. Немножко о личной профилактике. На что стоит обращать внимание каждому человеку, чтобы не пропустить начало заболевания? Ну, это сложный, конечно, ответ. Но я так представляю, что у каждого человека, если у нас отсутствует такая система, которая могла бы порекомендовать что-то, я бы рекомендовал, наверное, всем взрослым людям, исходя из того, что у каждого есть своя хиллесовая пята, обращать на эти пятые больше внимания. Например, если человек переболел гепатитом, то это означает, что помимо того, что само по себе это неприятное заболевание, он должен знать, что этот процесс может перейти в том числе и в рак печени. И поэтому он должен наблюдаться, делать простые исследования, например, ультразвуковое исследование печени. И этого будет достаточно. Если у человека есть склонность к заболеваниям лёгких, к бронхитам, то он должен чаще следить за собой и обращать на это также внимание. Если человек имеет светлый цвет кожи, у него много родинок, и он часто обгорает, он также должен задуматься об этом, потому что солнце никому не противопоказано, а противопоказано обгорание от солнца. И это очень важный компонент, так сказать, взгляда на вещи и так далее. Поэтому очень важно просто объяснять всем людям, что очень многое зависит от них. Потому что система, которая называется онкологическая помощь, это в первую очередь лечебные мероприятия. А когда мы говорим о профилактике, то здесь может быть очень много советов, но они все будут относительно расплывчатые. А самое главное, без участия человека, людей, общества невозможно решить эту проблему. Поэтому, конечно, надо вовлекать общество и каким-то образом вести так называемую просветительскую работу. Это очень большая часть, которой, на самом деле, может быть, всерьез перестали заниматься после того, как не стало Советского Союза. Но тогда занимались на таком уровне, который сегодня, конечно, выглядит несерьезно. Сегодня это надо сделать по-другому. И с помощью государственной поддержки. Почему так? Потому что, смотрите, вот Михаил Иванович сказал про скрининг. Это очень важно. Скрининг, если заниматься скринингом в группах риска, это затратное дело. И можно выявить ранние формы рака, любого рака, и спасти этих людей. Но стоимость такого выявления будет очень дорогой. И кто же за это должен заплатить? Если сам человек, который захотел так обследоваться, ему не понравится цена, за которую он должен будет пройти все эти обследования. Значит, государство должно каким-то образом решить эту проблему и попросить онкологов решить эту проблему вместе. И тогда, только тогда это может получиться. В противном случае это всегда будут больше разговоры, чем реальные действия. Позвольте добавить буквально несколько слов, Алексей. Можно? Совершенно правильно сказал Лев Вадимович. Есть, на мой взгляд, просто еще два момента, которые достаточно универсальны и можно рекомендовать практически каждому человеку. Два наиболее значимых фактора, которые чаще всего в общей популяции людей приводят к возникновению злокачественных опухолей. На сегодняшний день все-таки это курение и излишний вес. Поэтому отказ от курения, чтобы человек не начинал курить и борьба с излишним весом – это два вполне универсальных совета, которые может дать любому человеку. Спасибо. Михаил Иванович, наверное, к вам вопрос такой, более глобальный. С 2009 по 2014 год в России реализовывалась федеральная национальная онкологическая программа, на которую было потрачено 47 миллиардов рублей. Сейчас она как бы завершена. На какие цели она была направлена и достигнуты ли были эти цели? И будет ли она продолжена в будущем? Любая программа имеет свое начало и свой конец, естественно. Задачи этой программы, с моей точки зрения, были сформулированы неправильно, потому что задача была сократить смертность от онкологических заболеваний. Задача поставлена неправильная, но программа самоправильная. Потому что как этап программы на правильное сокращение смертности, она сделала самое главное. Она создала материально-техническую базу в тех местах, где ее не было. То есть все учреждения, это 73 региона, получили современное оборудование, диагностическое, лечебное, в основном радиологическое, которое позволило сегодня на другом уровне рассматривать возможности радиационной онкологии. Другое дело, что само оборудование не может повлиять на смертность, потому что требует специалистов, требует обеспечения соответствующего, условия эксплуатации и так далее. И в целом ряде случаев реализация этого оборудования, в общем-то, используется где-то на 15-20% его мощности из-за этого. И поэтому прозвучало мнение, что здесь программа неэффективна, это неправильно. Она была эффективна и, в общем, логически выстроена очень точно. Другое дело, что в целом ряде случаев прохромала организационной частью. Что касается, будет ли она продолжена, думаю, что будет продолжена, потому что нет оснований остальные регионы оставить без материальной технической базы, хотя бы поэтому. Но организована она должна быть, с моей точки, по-другому, что нужно параллельно с планированием перевооружения готовить специалистов. Потому что сегодня в радиационной онкологии 70% успеха определяют не врачи, которые проводят лучевой терапии, а медицинские физики, которые делают основные расчеты проведения лучевой терапии. Это очень сложная, многотрудная задача. Думаю, что сегодня понимание-то есть, и при планировании продолжения этой программы это будет учтено. Но с моей точки зрения, программа была точная и правильная. Спасибо. Коллеги, наше время подходит к концу. Последний вопрос, если кто-то желает. Да, пожалуйста. Евгения Пикулева, ТАСС. Скажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса. Отразится ли нынешний экономический кризис как-то на закупках лекарственных средств? Для онкобольных много ли мы закупаем за рубежом? И ещё вот уточняющий вопрос по поводу детишек больных. Какое количество, вот какая статистика уменьшается, она увеличивается? Статистика чего? Ну, количество больных детишек. Да, да, да. Спасибо. Ну, давайте я про детей, да, скажу. Статистика, да, действительно, статистика меняется. Она меняется во всём мире. За последние 30 лет количество детей со злокачественными образованиями увеличилось примерно на 20%. Увеличилось. Общее количество больных, заболевающих увеличилось. Увеличится количество взрослых больных тоже ежегодно. Это кривая растёт постепенно. Это связано со всякими факторами внешней среды, то есть в большей степени экзогенные факторы, всякие катастрофы. Там, допустим, такого типа, как Чернобыльская катастрофа. То есть экология очень сильно влияет на всё это дело во время беременности. И потом рождаемость детей, вот рождаются дети с более низкими функциональными показателями. Это всё приводит, естественно, к некоторому увеличению заболеваемости злокачественными образованиями. Что касается медикаментов, ну, дело в том, что вы все понимаете, что инфляция, девальвация и так далее. Если у нас будут финансирования достойные, то мы выйдем успешно из этого кризиса. Если финансирование останется на прежнем уровне, то, конечно, у нас будет дефицит лекарственных препаратов в определённой степени. Хотя есть уже препараты замещающего плана отечественного производства, но всё-таки в основном весь мир пользуется препаратами хороших проверенных фирм, безусловно. — Коллеги, у вас ещё были вопросы, по-моему, да? Подсказывают, что у нас ещё есть несколько минут. — Марина Юрышина, агентство «Москва». Скажите, пожалуйста, в последнее время в Москве прокатился ряд проверок, прокуратур проверяет аптеки на цены с обезболивающими препаратами. И выявлено повышение, то есть препаратами торгуют с сильными наценками. Как ситуация обстоит вообще в целом в России? Может быть, что-то с этим сделать надо? И второй вопрос у меня. Сейчас в Госдуме лежит законопроект депутата Белякова по поводу тоже обезболивающих. Там предлагается ввести административную ответственность за необезболивание. Для врачей, которые этого не делают из страха каких-то санкций. Поддерживаете ли вы или нет? Спасибо. Я думаю, вам, Михаил Иванович. По-настоящему регламент применения обезболивающих средств по сути диктуется органами, контролирующими оборот наркотиков, не столько врачами. Потому что я помню, в молодые годы, будучи ординатором, я назначал обезболивание сразу перед операцией, при медикации, промедол, и тут же после операции, без всяких комиссий. И это было все оперативно, быстрые точки, никого не вызвало сомнений. Главное, наркоману больше не стало. Сегодня создан такой режим контроля за содержанием наркотических средств в учреждении, что в учреждении проще отказаться от этих средств, чем содержать целую группу людей, которые занимаются только обезболиванием. Это резко бюрократизировало ситуацию и осложнило применение обезболивающих средств по делу. Потому что любая ошибка, связанная с оборотом наркотических средств в институте, неточность оформления, кончается большим скандалом. И это фактор, мешающий применять, конечно, свободно наркотические средства для тех, кто в них нуждается. Кроме того, появились препараты в значительной степени заменяющих наркотические средства, тоже сильнодействующие препараты, которые в основной своей массе применяются. Сегодня я что-то не помню, что в качестве примедикации назначались наркотические средства. Давно забытая процедура. Второй вопрос. Подражание в розничной сети на 20% уже есть. Это надо было ожидать, потому что изменилась ценовая политика. И, конечно же, аптеки, коммерческие структуры, торгующие препаратами, подняли цены. С этим поделать пока мы ничего не можем. Конечно, это не обличает ситуацию для наших граждан, но в целом она не должна быть панической, мне так кажется. Потому что жизненно важные препараты, они регламентированы, они в той же цене, что и были. Ничего в этом смысле не изменилось. А остальные препараты, да, подражали на 20%, ну, как и все продукты остальные. Меры по ответственности поддерживают назначение административной ответственности для врачей, которые не применяют, не назначают... Они не применяют, потому что у них нет этих средств. Часть всего. Если у них есть средства, забыли бы, они применяли бы соответствующим протоколом. Почему они не заказывают? Кто, врачи должны заказывать? Конечно. Я же вам объяснил, что существует определенный регламент содержания и хранения наркотических средств. Есть потребность в этих средствах определенное учреждение, заказывают его в достаточном минимуме, чтобы не иметь избыток. И специальная группа существует в каждом учреждении, которая уходит по этажам и вводит сегодня эти наркотические препараты. Это не такое простое дело. Хорошо. Но во всех же странах применяется обезболивание, и врачи несут ответственность за то, чтобы пациент не страдал. Почему у нас такие дикие какие-то феодальные порядки? Неужели это не смешно на самом деле? Это печально и смешно. Потому что страдают люди, люди стреляются. Смотрите, после того, как застрелился адмирал Апанасенко, внесли какие-то изменения. Дескать, Минздрав или кто-то еще внес изменения в законодательство по применению. Тем не менее, я так понимаю, они оказались неэффективными, раз опять стреляются люди. А вы, люди непосредственно, которые могут повлиять на ситуацию, не видите в этом проблемы. Почему? Мы к этой проблеме обрисовались десятки раз. И более того, обрисовались много раз письма по процедуре упрощения применения наркотиков. В России наркотические средства применятся 20 раз реже, чем в Швейцарии. Так это же безобразие, надо с этим что-то делать. Безобразие. Но я говорю, что регламент применения наркотиков сегодня существует служба, целая служба федеральная, которая с законом определенная, которая определяет порядок оборота на наркотический стресс. Контроль за христианом. Не медицинская, заметьте. Можно я, значит... Не медицинская тема вообще-то. Как не медицинская? Это тема... Это социальная тема, а не медицинская. Значит, это межведомственная тема, которую надо решать между ведомствами с вашим участием. Кроме того, после того, как застрелился Апанасенко в общественной палате, проводился круглый стол, где присутствовали представители ФСКН. И они говорили, кстати, что с их стороны нет никаких возражений по применению обезболивающих для пациентов. Что проблема именно в медицинской части. Я же вам объяснял, что вот когда я был ординатором, у меня есть все... Коллеги, давайте заканчивайте, у нас рекламент. Никакого труда назначить любой наркотический препарат перед операцией, после операции, столько, сколько нужно для того, чтобы обезболить пациента. Это было просто и ясно. Это была зона ответственности врача. Сегодня врач не имеет права сам вводить препарат. Есть целая группа специализированная, которая ходит по этажам и вводит этот препарат обезболивающий. Ну хорошо, но тем не менее... Все, коллеги, у нас регламент. Можно я вопрос задам еще один? Потом можете пообщаться уже после мероприятия. Можно я вам чуть-чуть отвечу, дополню, повторив то, что я уже сказал. Дело в том, что на самом деле что-то делается, и в зависимости от скорости внедрения, проведения через Минюст, Минфин и так далее, и так далее, вот в следующем году выйдет вот это ужесточение, снимется. Сейчас уже готовится закон по паралитивной помощи, по введению обезболивания и так далее, и так далее. Так что вы зря говорите, что никто не работает в этом направлении. Безусловно, мы говорим везде, много раз поднимаем эти вопросы, и они все-таки потихонечку начинают шевелиться и сдвигаться с места. Это реально так. Спасибо, коллеги. Я думаю, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Все, спасибо. Да, спасибо. Как раз уложились ровно в час. Субтитры сделал DimaTorzok